Одна фотография способна рассказать о целой эпохе и осветить, как вспышка, то или иное событие или явление. Особенно интересно взглянуть на то, что уже кануло в небытие или кардинально поменялось. Флэшбэк — это проект «Маячок», ведущий нас к пониманию прошлого. 1970 год. В Камбодже произошел государственный переворот, в результате которого был низложен принц Нарадом Сианук, а к власти пришел сторонник США генерал Лон Нола. Китай запустил свой первый искусственный спутник Земли Дун Фан Хун-1. В японском городе Осака открылась всемирная выставка Экспо-70, а в Америке изобретатель Эдвин Лэнд запатентовал камеру мгновенной фотосъемки «Полароид». 1970 год. Казахская ССР. На полуострове Монгышлак ведутся геологоразведочные работы, выявляются залежи нефти и газа. Фотограф Иосиф Будневич снял, как добывают нефть на новых месторождениях. Первый фонтан мангышлакской нефти забил в 1961 году. Через год Совет министров республики принял постановление о промышленном освоении богатств Южного Мангастау. Так в Казахстане стартовала нефтяная целина. На ее освоение приехали тысячи рабочих и специалистов Азербайджана, Татарстана, Башкирии, Краснодарского и Ставропольского краев. В условиях безлюдной и безводной пустыни, в совершенно необжитом и отдаленном от городов, железнодорожных и водных путей регионе, в короткий срок был открыт новый крупный нефтегазоносный бассейн Южно-Мангастауский. О том, что на западе Казахстана есть нефть, разные исследователи высказывались еще в XIX веке. Один из горных инженеров, обследовавших восточный берег Каспия, территорию современной Атараусской области, так описывал в 1874 году месторождение нефти в урочище Карашангу. Это место у киргизов называется Аулие, святое место. Вытекающая из южного берега озера нефть, известная киргизом с давних пор, они употребляют ее как лекарство для скота, мажут скот при появлении на нем накожных болезней. Для добычи нефти киргизами вырыто несколько ям. А это уже цветной вариант фоторепортажа Иосифа Будневича – пик юрской жары. Техника перегрелась, у рабочих, по-видимому, перерыв. На все это невозмутимо взирают корабли пустыни. Век назад на их горбах перевозили первые бочки с черным золотом. Открытие и ускоренное освоение мангостаусской нефти сыграло решающую роль в многократном увеличении разведанных запасов и способствовало выходу Казахстана в число ведущих нефтедобывающих республик бывшего СССР. О том, каких усилий это стоило, свидетельствует вот этот фотодокумент. Субтитры создавал DimaTorzok